Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории района складывается сложная. Чтобы сократить число пострадавших среди самой незащищенной категории участников движения, сотрудники ГИБДД проводят рейдовые и профилактические мероприятия. Работают не только с родителями, но и с детьми. В Северном парке госавтоинспекторы провели квест-игру по правилам дорожного движения «Знай и соблюдай». Сотрудники госавтоинспекции Славянского района вместе с представителями и волонтерами общественного объединения «Молодежный патруль» и Славянского отделения Всероссийского общества автомобилистов провели для юных славянцев эту замечательную игру в Северном парке в рамках социальной кампании «Марафон детской дорожной безопасности» при поддержке торгового дома «Терминал» и магазина «Велос». Основная идея мероприятия – помочь снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Необходимо использовать детские удерживающие устройства, элементы защиты на теле, когда вы управляете велосипедом, скутером, другим средством индивидуальной мобильности. В обязательном порядке использовать детские удерживающие устройства, имни безопасности. Не допускать к управлению несовершеннолетних, не имеющих права управления. Хочу пожелать всех, кто здесь присутствует, чтобы никогда не сталкивались с дорожно-транспортными происшествиями ни в каком виде. Чтобы все вы всегда были целы, здоровы, такие же наполненные энтузиазмом. Ну и, как говорится, пусть победит сильнейший. Ребята с радостью участвовали в испытаниях на различных игровых станциях. Они вспоминали, какие есть дорожные знаки, как нужно переходить улицу по пешеходному переходу, как правильно вести себя на проезжей части и во дворе. Участники игры квеста разобрали наиболее типичные ошибки, допускаемые при переходе проезжей части. Правила дорожного движения совсем не секрет. Чтобы сохранить здоровье и жизнь, все должны строго соблюдать закон дорог и улиц. В игровой форме детям и подросткам намного проще запомнить требования, которые могут спасти жизнь. Словом, время ребята провели очень весело и с большой пользой, потому что с помощью познавательных конкурсов они получили много нужных знаний в области дорожного движения. И, конечно, в завершение мероприятия участники команд были награждены подарками. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События». Игорь Вишневский, 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 Игорь Виш